И по итогу люди опять-таки вот пришли на просто все GTA, ну практически все GTA-самп-ютуберы, которых я знал, не задерживают, по крайней мере, зарплату, может быть, платят и меньше, но для GTA-самповского, хотя нет, вы знаете, для GTA-самповского проекта, который существует 4 года, владельцев Rivendorp, потому что, возможно, я опять-таки не утверждаю, владелец Rivendorp, и в частности Redfire, я не помню, как его зовут, по-моему, Viz, он очень, так знаете, фигово реагирует на невозможную, хоть какую-то претензию, хоть какую-то критику он всё-таки высказал. Вот, радикальное есть, а тут просто скины, и говорят, вот, мол, посмотри там, я уж точно не помню, что там было, мне это неинтересно, я такой, типа, новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP, вся дополнительная информация в описании. Здравствуйте, вы знаете, сегодня я бы хотел вот завершить данную неделю без мобильных новостей, вот полностью без, я не знаю, получилось у меня это, не получилось, всё ли я смонтировал, не всё ли, успел, не успел, что вообще случилось, потому что мобильные новости, они действительно уже всех достали, все ждут чего-то по GTA Sample, и вот, неделя по GTA Sample, она обернулась прям очень хорошо, то есть, так совпали события, так совпали звёзды, что, в самом деле, просмотров набралось много, всем всё понравилось, новая аудитория, новые люди, новые вот эти вот все чуваки, и... ну, типа, вот-вот, всё происходит вот именно так, вот, я прям, я не знаю, в общем-то, если у меня получилось, то ставьте лайк, если у меня не получилось, ставьте лайк, а если получилось дизлайк, если не получилось, в общем, ставьте то, что вы захотите, потому что у меня просто энергии так много, так да, чё я не матерюсь-то, у меня энергии так дохуя, что я просто вот готов брать, знаете, разъёбывать абсолютно всё, что происходит, просто вот поэтому, Поэтому, ну вот, да, смотрите данное видео, хотя чё я с вами как стебил, вы же и так его уже смотрите. Так вот, сегодня мы с вами обсудим Ревент РП. Это проект, который я обсуждал уже давно, когда у них там был вот этот вот весь их Redfire, когда у них была ситуация с Владиславом Павловым, когда у них там были все остальные вот эти вот все вещи. Вот тогда оно всё, в общем-то, и было. Ну, и что с ними стало сейчас? То есть, все помнят, что Redfire открылся на Ревенте онлайн, прям опустился, пиздец. А хуже некуда, был какой-то полнейший, ну, то есть, неразбериха, полнейшая хуйня. Все такие, типа, блядь, чё происходит, чё с Ревент РП, чё там с остальными проектами, чё вообще будет дальше происходить. И на Редфайре онлайн опустился, то есть, не там, не там онлайна не было. По итогу, разработчики, основатели, все прочие совладельцы вот этих вот всех проектов, они решили, что нужно закрыть весь этот Редфайр. И по итогу, люди опять-таки вот пришли на Ревент РП. И зачем я записываю данный видеоролик? Потому что сегодня, когда я озвучиваю всё это, в пятницу, 20-го числа, когда у меня ещё должен выйти трек, вот такой, на Даниле КПРФ, на всех прочих вещах, разумеется, просто вконтактике, так, по-домашнему, по-своему, вот, по всем прочим вещам. И сегодня Ревент РП исполняется 4 года. 4 года такому проекту. Знаете, в чём дело? Я вот помню этот проект, когда он только зарождался, когда на нём ещё, знаете, снимал Данил Геррера, когда просто все GTA, ну, практически все GTA, сам ютубер, которых я знал, они снимали на Ревент РП, и проект, прям, вот, знаете, поднимался, 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 и когда казалось бы, что там уже было тысяча игроков, вот нужно открывать второй сервер, они этого не сделали. Почему они этого не сделали? Ну, непонятно. Возможно, побоялись, возможно, подумали, что и так пойдёт. Потом какая-то хуйня, что-то от них давно ничего не было слышно. По итогу, донатить, видимо, стали меньше, и ютуберам стали задерживать зарплату прям очень долго, ютуберы стали от них уходить на более-таки проекты, которые не задерживают, по крайней мере, зарплату, может быть, платят и меньше, но зарплату, по крайней мере, не задерживают. Такими стали Шилкос, такими стали Данил Геррер, такими стали все прочие чуваки. В общем-то, ютуберов у них не осталось, по-моему, вообще. И вот сейчас Ревент РП держится на двух алдах, на трёх новых игроках, вот, то есть, как-то так всё это можно описать, потому что по-другому, ну, там просто не получается ничего. То есть, всё, Ревент РП, по сути, он загнулся, и всё, то есть, больше от Ревент РП ничего ожидать нельзя. 170 игроков, это, конечно же, плохо, ну, разумеется. Но для GTA Самповска, хотя нет, вы знаете, для GTA Самповского проекта, который существует 4 года, который вроде как уже сделал себе имя, и который вроде как уже многие знают, ну, такое себе спасибо, хоть на том, что на доработку не закрылись, как вот этот вот их Redfire, который они, кстати, вот закрыли на доработку. Почему они закрыли его на доработку? Ну, наверное, потому что, там, я не знаю, чуваки жаловались, всё было плохо, всё было печально, хотя, зачем всё это делать? То есть, они столько весь этот Redfire разрабатывали, столько о нём рассказывали, вот, там, закупали, вроде как, даже какую-то рекламу, делали все прочие вещи, и вроде как Redfire должен был выстрелить. Но почему-то такого не произошло. Разумеется, обидно за разработчиков, за всех прочих вот этих вот, всех владельцев Ревент РП, потому что, возможно, я, опять-таки, не утверждаю, на Redfire возлагались большие надежды, мол, то, что вот он зайдёт, вот, вот, то, что там с лаунчером, там, вроде как, всё подгружается, там, вроде как, всё хорошо, даже рекламу взяли у того же самого Данила Геррера. Но вот, владелец Ревент РП, и, в частности, Redfire, я не помню, как его зовут, по-моему, Виз, он очень, так, знаете, фигово реагирует на любую критику, и когда Данил Геррера в своём, вот, этом вот, видеоролике, обзоре рекламном, сказал о том, что скины, мол, якобы, говно, и то, что вообще непонятно, чуваки, чё это такое, ну, как-то не особо красиво всё это выглядит, как-то всё это непонятно, в кои-то веки, знаете, патологоанатом начал резать по-живому, вот, то есть, ну, как-то так, это всё можно описать по-другому, ну, просто невозможно, хоть какую-то претензию, хоть какую-то критику он всё-таки высказал, потому что до этого от него вообще, ну, ничего нельзя было дождаться, я уже думал, что он такой, знаете, стал каким-то пацифистом, вот, чё-то он ничего не рассказывает, ничего не делает, ничего не критикует, и ты сидишь, думаешь, Данил Геррера, ну, вот, что такое, я привык, что там, знаете, просунуть лопату в анальное отверстие создателей, разработчиков, всех прочих чуваков с Аризона РП, вот эта вот критика Данила Геррера, или там чё-то вот такое ещё радикальное есть, а тут просто скины, и игроки всё это подхватили, сказали действительно то, что скины говно, то, что непонятно вообще, ну, типа, как вы их делали, как вы их проектировали, скины говнища полные, переделывайте, убирайте, чтобы всё, ну, как-то получше выглядело, получше было, чё это в самом деле такое, и ВИС на все эти сообщения начал вроде как людей банить, что-то там прочее, какая-то хуйня была, из беседы ВКонтакте их, по-моему, кикать, мне это всё скидывают, говорят, вот, мол, посмотри там, я уж точно не помню, что там было, мне это неинтересно, я такой, типа, ну, кикает и кикает, ну, банит и банит, это же его проект, это вроде как его, там, знаете, конференция ВКонтакте, это вот его, вот это вот всё, пусть кикает, пусть что хочет делать, но, видимо, после всего этого игроки на него обиделись, и чё-то вот прям вот, ну, такое себе всё это было, разумеется, несмотря на всё это, это не оправдывает Владислава Павлова, который для того, чтобы как-то оклеветать весь этот ревент РП, по-моему, это было в 2018 году, вот, он начал, там, знаете, в 2019, это я не помню, он начал клеветать, он начал всё это делать, то есть это прям было максимально ужасно, я потом вот какой-то более детальный обзор всей этой ситуации, разбор, типа, в рубрике, там, не знаю, кажется, мы стали забывать, всё это расскажу, наверное, всё это сделаю, потому что, ну, пока что так. Fire закрыт, а ревент Роллиплей, ну, он вроде как живёт, там, сколько, 170 игроков, ещё сколько-то, и вот недавно ему исполнилось, там, 4 года, я поздравляю, то, что вы там не закрываете хотя бы ревент РП на доработку, на все прочие вещи, потому что после того, как они бы открыли проект со всей этой доработки, ничего бы путного из этого не вышло, игроки бы всё-таки, блядь, заходи, чё ты то, всё, блядь, нахуйня, ну, нам это никому не нужно, и проект, опять-таки, бы закрылся, ну, хорошо, наверное, что он существует, печально, что всё так вышло с ним, проект, который, там, знаете, был тысячей из тысячи, вот этих вот всех игроков, сейчас не представляет из себя ничего интересного, сложного, и вообще, ну, чего-то такого, что может впечатлить человека, обидно, печально, ну, да ладно, чушь, с каким проектом не бывает, я в GTA Sampe давно, и с проектами такое случается достаточно часто, ничего такого с этим поделать нельзя, однако, я играл на проекте Arizona Rullyplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, Данту Коннор, а также мой промокод NoToxic54, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика, всем спасибо за просмотр, всем пока, и всем, разумеется, до свидания, и хорошего, наверное, настроения, всем пока, или не пока, да, в общем-то, без разницы, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok